Когда-то давно у нас первая в семью веровала бабушка, звали ее Татьяна Тимофеевна Карандашова. Она уверовала в городе Великий Новгород. Там она нашла церковь, уверовала, присоединилась к церкви, стала очень активным членом церкви. Сначала в Великом Новгороде писала стихи, участвовала в служении по мере сил и возможностей, очень много молилась. И уже начиная в Новгороде, живя в Новгороде, при звонках сюда, рассказывала нам о вере, о том, что надо уверовать и надо получить спасение. Ну мы, вся семья, хотя вроде не отрицали, но считали, что бабушка, это твое время, это твоя жизнь, это твои интересы, в которые мы не погружаемся, а ты не погружайся в наши. Но Бог, как я сейчас понимаю, имеет другие планы для нас, и Он действовал постепенно. В 90-х годах они переезжают сюда, в Гатчину. Приобретается здесь квартира, они сюда переезжают и живут здесь, и бабушка здесь тоже находит церковь. Тогда она находилась здесь же, в районе Загвоздки, в которой мы находимся, на улице Ленинградской. Церковь арендовала помещение там. И 22 октября 1993 года мы выполнили очередную задачу, поехали в Санкт-Петербург, получили автомобили. Эти автомобили доставили в город Луга, и, возвращаясь из Луги, решили это событие отпраздновать. Вернулись обратно в Гатчину, здесь продолжили гулять, потом еще куда-то ездили, чего-то делали. Вы знаете, я не помню всего, что происходило. Такое ощущение, что у меня кто-то из фотопленки взял кадры и вырезал, а остальное склеил. Что было до, помню, что после, помню. А вот этот момент вообще вырезан. Но дело закончилось тем, что мы попали в конфликт в кафе с местными. И по рассказам, потому что я этого не помню, меня нашли на стройке за домом, заваленного ящиками. По рассказам, опять-таки, меня достали оттуда, вроде пытались привести в порядок. Но так как я был пьяный в то время, меня привезли в милицию. И я сидел в милиции, и тоже по рассказам, сколько я знаю, что бойцы, которые общались, разговаривали между собой, говорят, что, смотри, он сейчас умрет, он тут вообще никакой. И они позвонили в госпиталь гатчинский военный, потому что я был в форме. Меня забрали в гатчинский госпиталь, в котором я пролежал здесь всего лишь ночь. И главврач сказал, что он не выживет, мы его здесь не вытянем, везите его в Санкт-Петербург. Меня перевезли в Санкт-Петербург, где я пролежал на Суаровском проспекте в окружном военном госпитале три месяца. Из них 26 суток в реанимации. 24 числа Оксана приехала сюда, в Гатчину. Они вместе с бабушкой пришли в церковь и рассказали об этой беде, которая со мной случилась. И церковь взяла вот такую дерзновенную молитву за меня. Я знаю, что каждая сестра в церкви взяла какой-то час, когда она молилась, и днем, и ночью. Они продолжали за меня молиться. Врачи сначала мне давали два дня жизни, потом пять дней жизни. Потом было сказано так маме моей, что жить будет, но будет неполноценно. Будет повторяться, заговариваться. В общем, готовьтесь к таким вещам. Вот. И опять Федор Карпович внушил всех, свелил надежду, что все будет хорошо. Господь действительно меня оставил в живых. Меня выписали из госпиталя 19 января 1994 года. В крещение Господня. Потом я приехал сюда, в Гатчину. Мы с бабушкой пришли в церковь на собрание. Я послушал, посмотрел. Потом второй раз пришли, тоже послушал, посмотрел, уже начал знакомиться с теми людьми. Хотя, знаете, я в церковь пришел только для того, чтобы сказать спасибо тем, кто обо мне как-то переживал, заботился, молился. У меня не было намерения оставаться в церкви, оставаться в Доме Божьем. Ну, схожу, скажу спасибо, поблагодарю людей. Но Бог коснулся моего сердца. И в воскресенье 30 января на собрание, уже собрание закончилось, я понял, что надо выйти на покаяние. Подошел к пастору церкви и сказал так тихонечко ему, Федор Карпович, я хочу покаяться. А уже вся церковь расходилась. И он поднимает друг друга и говорит, братья, сестры, стойте! Я испугался, думал, зачем я это сделал. Но, он говорит, Сергей, ты должен опуститься на колени и помолиться. Я начал молиться, просил у Бога прощения, заплакал. И вот то, что произошло потом, я не ходил, я летал целый месяц. Бог начал менять мое сердце, Бог начал действовать в нем. Я ходил и вспоминал людей, которым я когда-то делал больно. Я подходил, я просил у них прощения, на меня смотрели немножко как на странного. Но я благодарен Богу за то, что Он сохранил мою жизнь, за то, что Он даровал мне служение. Потому что, оставшись в церкви, занимались молодежным служением. Потом Господь благословил. И было диаконское служение. На сегодняшний день я исполняю служение пастора, будучи рукоположенным диаконом. И я благодарен Богу за то, что Он подарил мне двух девочек, детей. Потому что я считаю, что это тоже чудо в жизни. Мы не могли забеременеть в течение трех лет. Но когда мы пришли к врачам, вроде они сказали, ребята, как вы нашли друг друга, можете даже забыть об этом. Но мы знаем, что детей дает Бог. Мы продолжали молиться. И через три года мы забеременели. Родилась Надежда. А еще через пять лет, в 2008 году, родилась Алена. Благодарен за то, что Он подарил мне служение в этой церкви. И я по силам своим, обязательно с женой. У меня у нас вся семья верующая. И дети постоянно в церкви. И не понимают, как можно жить без церкви. У меня старшая дочка получила возможность учиться в педагогическом училище. Когда в начале девятого класса мы говорили, Надюш, надо поднапрячься, потому что в педагогическом училище конкурс аттестаторов. Там экзамены, не знаю. Я сам в свое время там учился. И у нас был проходной балл 12, у меня было 13. Но это вступительные экзамены. На сегодняшний день везде идет конкурс аттестатов. А у Надюши среднего балла недостаточно. И мы помолились, пообщались. Я сходил, ходили в училище, вот общались. Есть такая ситуация, когда люди отказываются от места. То есть они подают поступать в разные места. И как бы здесь уже не надо, они отказываются. И Господь расположил сердце директора. И она записала ее как дополнительную. На сегодняшний день она является студентом первого курса педагогического колледжа. Хотя знаю, что многие с более высокими баллами не прошли. Это только Бог может сделать так. В нашей жизни многие вещи происходят именно по его благословению и благословению. Ты можешь иметь немножко, но тебе будет достаточно. А можно иметь многое и нуждаться. Моя жизнь мне это подтверждает. Супруга моя сама из верующей семьи. Знаете, такая аббревиатура есть, ДВР. Дети верующих родителей. Это дочка, средняя дочка пастора, у которого оказался Федора Карповича Новицкого, Елена. Я благодарен Богу за то, что рядом со мной такой человек. Потому что хорошая жена – это не тыл, это основание, которое Господь ставит под ноги, и ты не можешь никуда. Я благодарен Богу за свою супругу, за ту любовь, которую она мне дарит, за то, что у нас есть возможность жить вместе, наслаждаться этой жизнью вместе, делиться радостью с окружающими нас людьми, помогать. Многомилостивый, Небесный Отец, я благодарен Тебе за то, что в этом дне есть возможность вновь обращаться к Тебе, молиться к Тебе, взывать к Тебе, осознавая, что Ты – великий многомилостивый Бог. Ты – даятель всех благ. И много мы имеем или мало, жизнь наша не зависит от богатства. Жизнь наша зависит от общения с Тобой. Жизнь наша зависит от приближения к Тебе, потому что только Ты можешь сделать счастливым людей, только Ты можешь сделать радостными нас, только Ты можешь, Господь, подарить благодать и милость, и благость. И все, что мы имеем, Господь, мы обязаны этим Тебе. Благослови, чтобы люди, слышащие эти слова, приняли их, Господи, в сердце свое, чтобы они осознали, что жизнь с Тобою намного ценнее, чем жизнь без Тебя. Благослови, чтобы у людей было желание, в сердце появилось хотя бы частица желания приблизиться к Тебе, к нашему великому Богу. Да прославится имя Твое Святое, Господь, в этом приближении к Тебе, этого человечества, за которое Ты умер и воскрес на третий день на кресте Голгофа. Ты подарил, Господи, этому человечеству жизнь вечную. Благослови, чтобы они приняли этот подарок от Тебя. Во славу Твою! Субтитры создавал DimaTorzok